Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Сегодня мы с вами соберем двухъярусный торт. Торт свадебный, небольшой, на 4 кг. Кстати, здесь внутри красный бархат. Совсем недавно мы с вами его готовили. Именно один корж сейчас находится внутри вот этого вот бисквита. Я вам показала один корж, как мы с вами испекли, да, бисквит один. И потом я еще сделала такое же в точности количество теста. Разлила по двум формам. Одна форма также у меня была 20 см. То есть у меня получился один корж большой, я его разрезала пополам. И один, который просто немножечко верхушечку срезала, чтобы он ровненький был. Еще у меня форма 12 см, вот она, да. Вот тесто разделила, у меня получилось 3 коржа вот здесь. Вот внутри красный бархат с вишней, я делаю проваренный в сиропе сахарном. И вот здесь вот 12 см. Вот, так что тут 20 и 12. Чем я, как у меня часто спрашивают, укрепляю, не укрепляю? Всегда укреплять надо. Я всегда укрепляю такие торты. Может быть, когда-нибудь мы с вами еще соберем в детский небольшой тортик. Я покажу, как укрепляется он. Там немножко другой принцип и намного проще. Так, значит, я вот когда хожу в спар, всегда с собой беру вот такие палочки. Они сейчас очень хорошие. Раньше были палочки такие квадратные какие-то, а сейчас круглые. Это очень удобно. Они очень прочные, хорошие. И они, самое главное, запакованные. То есть, они чистые. И покупаю подложки. Вот там вот подложку, видите, и покажу, чтобы она была с двух сторон ламинированная. Вот. Ее можно вырезать под любой. И можно купить сразу, если, например, верхний ярус там 16, то 18 см можно купить. Ну, если маленький ярус, можно просто обрезать. То есть, вот такую подложку покупаем двустороннюю и запасаемся палочками. Как раз вот на этот торт нам надо 4 палочки. Одну мы будем втыкать в центр и три вот так расположим треугольничком. Вот так вот расположили по центру. Кстати, смотрите, я не стала что-то с этим заморачиваться. А вообще можно в подложке сделать дырку в середине и просто надеть. Тогда у вас вообще никуда не денется. Это так обычно я делаю, когда торт побольше. Тут всего на 4 килограмма. И он так никуда не съедет. Потому что подложку мы будем укреплять кремом. Значит, отрезать. Вот воткнули, потом вытащили. И вы будете знать, на каком расстоянии надо отрезать. Ни в коем случае выше нельзя. Даже на какие-то миллиметры. Иначе у вас верхний ярус, он все равно как-то поедет. Обязательно вровень с кремом или чуть-чуть меньше, там на 1-2 миллиметра. Лучше, конечно, вровень с верхом торта делать. Прям аккуратненько, не торопясь, вымереть. И там видно, где у вас крем заканчивается. Сейчас ее палочку мы вытащим и отрежем аккуратно. И так же еще вот здесь вот и вот здесь воткнем палочки. Ну, вот так в середине я уже сделала. Вот здесь воткнула. Тоже сейчас их вытащу и обрежу. Так, и чтобы вот остатками, палочки остатками, вот так аккуратненько. Все, все мы их утопили. Сейчас мы это все закроем кремом. Я уже его взбила. И будем сажать уже верхний ярус. Клиентам всегда рассказывайте, что внутри палочки. Некоторые сами спрашивают, как укрепляется. Некоторые ничего не знают, но предполагают, что что-то должно быть. Торт я собирала накануне вечера. Крем-чиз на сливках. На масле я никогда не делаю. Крем мы наносим в середину на то, что который будем сейчас укреплять. Он сейчас приклеится у нас на свежий крем. Вот. Сейчас я покажу. Как у меня тут. В общем, смотрите. Видно, да? Не видно. Вот подложка, на которой я собирала. И чтобы удобнее, просто эта вот крышка от крема. Сырного крема. Хохлом кремета. Она такая вот с крышками. Очень удобно хранить потом в холодильнике. Мы просто сейчас возьмем с вами подцепим эту подложку. И нам просто... И нам нужно аккуратно посадить посередине, не торопясь никуда. Сам верх килограмм у меня получился. Вот. И три здесь. Четыре килограмма тортик. Просто посередине у нас уже никуда ничего не просядет. Сажаем вверх. Так. нам нужно подложку с вами прижать прям в нескольких местах прижмите ее В принципе, все. Второй ряд мы с вами посадили. И сейчас только будем закрывать с вами и подложку, и украшать. У нас здесь шоколадные потеки. Заказали и ягоды. Поэтому никакого смысла совсем вот выравнивать здесь нет. Мы сейчас с вами сделаем шоколадные потеки. вот здесь вот закроем кремом. Небольшим количеством крема. И посадим ягодки. Так что у нас вот вся подложечка будет скрыта. Аккуратно. Не теряйтесь никуда. С этими двух, трех многоярусными тортами надо просто аккуратно работать. Так как у нас здесь ягодный декор, а нам крем вот здесь между ярусами нужно для того, чтобы прицепить ягодки. Чтобы они у нас на крем приклеились. Декор этот очень хороший, так как в принципе не нужно даже и выравнивать вот это. Ягод и все буду скрывать. Ну и вот так вот все потихонечку все проходим. Крема много не надо. Так что потом я вот так излишечки убираю. Сейчас мы с вами торт поставим в холодильник. А сами будем топить шоколад. И следующее, что нам нужно сделать, это шоколадные потеки. Они у нас будут здесь и наверху. Пока так вот у нас выглядит. Подложку мы закрепили. Она никуда уже не съездит. Она приклеена и в середине, и по бокам кремом. И сейчас будем делать шоколадные потеки. А потом закроем вот эту склеенную два яруса ягодным декором. Так, ну вот, я покрыла потеками шоколадными. Как их делать, я дам в конце ссылку на обучающее видео. И если кто захочет также красный бархат, как здесь вот начинка, тоже дам ссылку. В общем, будет две ссылки. У нас уже он выровненный шоколадными потеками покрытый. Единственное, только что вот еще вот здесь вот, и вот здесь у нас как бы еще не украшены. Поэтому он еще так не смотрится. Но уже все равно видно, что симпатичный тортик такой получается. Вот. Потеки наносить аккуратно. Видите, вот здесь вот я тоже копнула. Но убирать не стала, чтобы не порушить крем. Здесь я ягодку просто посажу. Все. Начинаем украшать. Ну все. Вот мы так украсили. И сейчас торт у нас пойдет на фотосессию. Вот. Сейчас коробочку капкейков будет делать красный бархат. Посмотрите, какие хорошенькие получились. Вот. Рецепт есть на моем канале. кому надо заходите. Просто прям очень нежненькие. Прям замечательные. Видите, без шапочек. Внутри сейчас делаю серединку, заполняю вишней проваренной такой в сиропе. И делаю крем-чист шапочку. А потом вам покажу, как украсила. Здесь мершмолу просили украсить. Вот. Сделали серединку. Сейчас будем ее заполнять вишней. Заполнили вишней. Еще раз скажу, она проварена в сиропе. Это я делала сразу на торт. Вишню проваривала и оставила для капкейков. Ну все, украшаем. Такой гривый у нас дизайн с мершмеллоу. Красный баркет всегда надо оставлять в краешек, чтобы очень было видно красиво вот эту красную полоску. Все, можно упаковывать коробочки. Сейчас я еще раз покажу коробку и я использую, потому что очень часто поступают запросы по коробкам. Попрактикает не очень хорошо знает, что про них рассказывается. Вот, посмотрите, больше всего мне сейчас нравятся вот такие крафтовые бумаги с окошечком. не есть на любое количество капкейков. Здесь я прицепляю свой логотип и визиточки. Еще можно перевязать ленточкой, можно так отдать. Она и так красиво смотрится. Очень хорошие коробки, просто шикарные. Мне сейчас, во всяком случае, больше всего нравятся именно вот эти крафтовые коробки. вот, уложила. Так они смотрятся в коробочке. Сейчас мы все закроем и уберем. Чем хорошо еще эти коробки, что не нужно открывать, сейчас лентой перевяжешь и все клиенту отдашь. Это очень и очень удобно. Вот, и красиво. Покажу вам лимонные капкейки с лимонным курдом, ягодным украшением. Очень люблю эти капкейки сама. Вот мне сейчас нравится Snickers, прям очень понравился. Люблю свои шоколадные, кофейные шоколадные с ежевикой и вот лимонные с ягодами. Очень люблю. Самые мои любимые. И супер полюбившиеся капкейки Snickers, которые я тоже очень и очень люблю. Тут для двух заказчиков. Одному девять, другому шесть. В принципе у меня все. Вроде я вам все показала. Так, и что еще? Сейчас я все раздам. В 11 часов у меня приезжают клиенты. Потом значит я все на мой уберусь на кухне и пойду отдыхать по своим делам. А вечером еще нам нужно сделать торт и капкейки. Это на завтра. Так что я с вами не прощаюсь. Мы еще увидимся. Так, это последний торт на сегодня. Хотела еще капы испечь, но уже так устала. Все. Капы буду печь завтра. Завтра испеку, они быстро остынуты, их доделаю, потому что капы нужны на утро, на понедельник. Вот такой торт для Юлечки. День рождения, ей 11 лет. Торт 2 килограмма, ваниль, клубника, ягодный и кремовый декор, бусинки. Ну все, очередной мы день закончен. Я пошла отдыхать. Всем пока-пока и до новых видео. Пока-пока.